До начала чемпионата России остается меньше двух недель. Финальный этап подготовки сборная Дагестана проводит в спорткомплексе на базе Анжа-Арены в Каспийске. Здесь к главному старту сезона готовится порядка 80 борцов, среди которых олимпийцы, чемпионы мира и Европы. 8 лет назад Дагестан уже принимал чемпионат России. С того времени состав, конечно, омолодился. Из тех, кто в 2015-м выходил на ковер Алиевского дворца спорта, сейчас в команде только несколько человек. Один из них – Гаджи Мурад Рашидов. Тогда он выиграл бронзу, и эта медаль стала для призера Олимпиады трамплином в большой спорт. А поддержку родной каспийской публики вольник помнит, как вчера. У себя дома всегда хорошо бывает, и поддержка, и обстановка будет хорошая. И не только в 2015 году, и в 2018 году на чемпионате Европы. Для меня незабываемые самые такие соревнования были. И когда что-то подустало, когда три года подряд, и еще больше сил появляется. С одной стороны, поддержка трибун, с другой – дополнительная ответственность. Бороться в родных стенах будет непросто, признается еще один каспийчанин Ибрагим Ибрагимов. Действующий чемпион России дома намерен защитить свой титул в весе до 65 килограммов. На сегодня эта категория самая конкурентная в стране, причем тон в ней задают наши вольники. Рудственники, друзья, близкие, в общем, весь город, кого не встретишь, все спрашивают, типа, когда, когда Россия, когда Россия. И уже, не знаю, там весь, да, ответственность такая. Придется бороться с этим, выходить на ковер. В 2015 году чемпионат России приходил, да, смотреть в роли болельщика. Особенно, когда Абдулла Шица-Дуа и Вишамиль Кудя-Магомедов боролись. Я помню эту схватку. И Лязбик была, то, Сеслана Ламонова. Такие схватки были, честно говоря. Я сам тогда вот думал, надеюсь, я когда-то буду бороться. И вот буквально через дней 20 сам уже выйду туда на ковер. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финишную прямую. Сейчас борцы больше оттачивают работу на ковре. В строю все лидеры нашей сборной, за исключением травмированного Розамбека Жамалова. Под вопросом также участия Абдул-Рашида Садулаева. Хотя капитан команды после операции на колено уже вернулся в строй. Я прохожу реабилитацию индивидуально и параллельно здесь на сборах нахожусь. Если подойду в хорошей, оптимальной форме, ну, только-только набираю. Еще время есть. Еще две недели, да, если смогу подойти, я побороюсь. А если нет, ну, пока 50 на 50. Ребята, конечно, сами тоже все понимают, что есть и плюс, что дома, как говорят, и стены помогают, и публика, я думаю, поддержит ребят. Они чувствуют и понимают, какая на них ответственность лежит. И на домашнем чемпионате они должны показать еще лучше. Всего хозяев ковра в Каспийске представят порядка 120 вольников. Наша команда всегда была на чемпионатах страны самой многочисленной, но таким большим составом прежде никогда не участвовала. К этому старту все вольники подходят с особым настроем, надеясь на допуск к лицензионному чемпионату мира в Сербии. В таком случае на кону здесь будет не только место в национальной сборной и денежные премии, но и шанс отобраться на Олимпиаду. Информация есть такая, что, скорее всего, под нейтральным флагом будут выступать. И я думаю, у ребят не то, чтобы там свет в конце туннеля, а такая уже реальная надежда появилась. Вторая неделя над техникой и тактикой работают ребята. И вот уже по окончанию этой недели ребята уже самостоятельно будут работать, кто будет там вес подгонять. В общем, все идет по плану. У нас здесь дополнительно еще ребята с Красноярска приехали в состав около 20 человек. Работают вместе с нами. Я думаю, наоборот, и хорошо, что они приехали обмениваться опытом. Наш тренерский совет говорит, что в домашнем чемпионате России надо готовиться, упорно готовиться, делать схватки, не пропускать тренировки. Настраивать, конечно, на домашнем чемпионате России. Я думаю, ребята все относятся очень серьезно, хотят себе хороший результат показать на чемпионате России. Я думаю, будет очень интересно. И болельщиков нам, да? Да, болельщики для болельщиков. В первую очередь, конечно, для болельщиков будет интересно посмотреть на своих близких, друзей, на своих сыновей, можно сказать. В общем, будет 20-го праздник для болельщиков. Сборная НЖА-арене продлится до самого начала чемпионата России, который пройдет во Дворце спорта имени Али Алиева с 20 по 24 июня. Курбан Рагимов, Саид Джамалудинов, Саид Магомирзаев, телеканал ННТ, Каспийск.